Украинская страна В республике противник ввел из запрещенными минскими договоренностями вооружения. Это тяжелая артиллерия калибром 122 мм, танки и минометы. Мы фиксируем о том, что противник начинает опять стягивать к линии соприкосновения тяжелого вооружения, то, которое она говорит, что они якобы отвели. В районе Новогнатовка, 7 км от линии соприкосновения, прибыла батарея 122 мм САУ «Гвоздик». В районе Новолуганска и Богдановка, это 3,4 км соответственно, усилили позиции вооруженной силы Украины два взвода 120 мм минометов. Вследствие нарастающей недовольства в рядах вооруженной силы Украины и недоверия к условно-подконтрольным подразделениям националистов, Киев увеличивает число иностранных инструкторов на линии соприкосновения. За последнее время отмечено прибытие в зону АТО групп наемников от 30 до 40 человек каждой, в частности, в районе населенного Пута, Маренко, Богдановка и Березовое. Целью наемников является осуществление провокаций в отношении вооруженной силы ДНР и активного вовлечения вооруженной силы Украины в новый виток боевых действий. Приезд натовских генералов в зону АТО 4 апреля наглядно продемонстрировал важность для стран Запада продолжать конфликт военными средствами, так как для них Донбасс стал полигоном, на котором можно не только испытывать новые образцы вооружения, но и проводить тренировки лично в составах боевых обстановок с применением психотропных препаратов. И хотел бы отметить о том, что, вы знаете, проводятся мероприятия в районе Шахтерска. Это мобилизационный сбор резервистов в республике. Общее количество резервистов составило порядка 27 тысяч человек. Основной задачей сборов является отработка слаженности действий мобилизационных резервов в республике в случае обострения обстановки в ДНР. Да, еще хотел бы отметить то, что в украинских СМИ появилась с вечером информация о том, что фильтровальная станция прекратила работу. Это ложь. Станцию ее запустили после обеда вчера. И она до сих пор на данный момент работает и выполняет свою непосредственную функцию. Это очищение воды, которая подается как к нам, так и на временно подконтрольную территорию Украины. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok